Сегодня в Чувашии завершился фестиваль «Волжские встречи». На протяжении всех праздничных дней в Заволжье жили и работали молодые журналисты из более чем 50 российских регионов, а также Украины, Казахстана и Белоруссии. В этом году фестиваль юбилейный, он проводится уже в 25-й раз. На левый берег Волги будущие акулы-пера приехали не ради отдыха. В их лагере царила рабочая обстановка. С каким информационным багажом они вернутся домой, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Никите Турчину недавно исполнилось 13 лет, но он уже успел познать примудрости телевизионной журналистики. Свои первые сюжеты школьник начал снимать 4 года назад. Пока это только его хобби, но он уже всерьез решил стать тележурналистом. Фестиваль «Волжские встречи» сам Никита называет своеобразными курсами повышения квалификации. Говорит, что здесь он черпает свежие идеи и находит новых друзей. Здесь мы снимаем различные сюжеты, ходим на различные мастер-классы. Мы обмениваемся опытом, общаемся с разными людьми. Многие участники фестиваля приехали в Чебоксары, чтобы посмотреть на других и поработать. В съемочной группе из телестудии «Пионер» удалось снять большой репортаж о киноактере Иване Кокорине. Он встречался не только с юными журналистами, но и с обычными школьниками. Начинающий корреспондент не упустила свой шанс и тоже получила от звезды урок мастерства. Первая творческая командировка для Влады стала довольно плодотворной. Девушка признается, что давно мечтала о такой работе. Но полноправным членом телевизионной студии ей удалось стать по воле случая. Я отдыхала в лагере в Олимпе, и туда приехали вот они, студии Игоря Борисовича, нашего руководителя. И как бы набирали участников. В общем, мне это заинтересовало, меня это тем, что можно общаться с разными людьми. И Влада, и другие участники фестиваля привезут из Чебоксар гигабайты фотоснимков и расписанные от корки до корки блокноты. Молодым журналистам будет о чем рассказать в своих репортажах и статьях. К примеру, об увлекательных экскурсиях на кондитерскую фабрику и в музей космонавтики. Образовательная программа на юбилейном фестивале тоже была насыщенной. Ребят учили снимать, грамотно брать интервью, писать интересные статьи и даже получать эксклюзивную информацию. Тренеры отмечают, что последние годы в стране появилось огромное количество газет и телестудий, где работают только дети. Такое начинание, как школьная пресса, дает им возможность почувствовать вкус профессии. Это сейчас очень развивается, очень много конкурсов, фестивалей проходят именно для школьных средств массовой информации. И это очень здорово, потому что состояние в этой части журналистики очень благополучное. Встречаясь на Волге, будущие акулы-пера тоже печатают свою газету. Над этим изданием трудится большой и дружный коллектив. Свежие номера выходят ежедневно и даже в электронном формате. Работу пресс-центра фестиваля оценила глава республики. Бежущая братья решила взять Михаила Игнатьева в свою команду. И отныне вы наш союзник, друг, коллега и партнер по редакции. Вообще визит Михаила Игнатьева здесь освещали по-настоящему масштабно. На импровизированные пресс-конференции собрались более 40 человек. У главы республики интересовались, кем он хотел стать в юности, был ли у него кумир и как проводит свободное время его семья. Сегодня, конечно, занимались уборкой, покраской деревьев, соответственно, стволы имеется в виду, подчисткой, наведением, одним словом, порядка. Этой встрече фестивальной газете посвятили большую статью сразу на три полосы. А лучшие работы участников 25-х встреч на Волге отберут для участия в масштабном форуме «Бумеранг». Он состоится по традиции в детском лагере «Орленок» уже этим летом. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.